Природа человеческая сложна, сложнее любой природы нашего тварного мира. Человек состоит из духа, души и тела. Дух неделим сам в себе. Он может обращаться туда-сюда, к Богу или к миру, к человеку. Силу души человеческие уже имеют некоторое простирание. Разум, воля и чувства. А силы человеческого тела совсем многочисленны. И вот весь этот состав природы человека, грехопадением, грехом, приведен в некоторые несообразия, в некоторый беспорядок. В крещении мы получаем начало исправления нашей природы. Приведем образ. Полководца Суворова Александра Васильевича пригласили в новую часть. Он приехал и обнаружил там полный беспорядок. Офицеры пьянствуют. Солдаты ничего не умеют. Часть не боеспособна. По приезду Суворова все зашевелились, забегали. Хотя и не хотят этого. Но приходится. Суворов выступает образом человеческого духа, обращенного к Богу. А мы знаем, что Суворов был глубоко верующим человеком. Силы человеческой души – образ офицеров. Силы человеческого тела – солдат. Человеческий дух в крещении, когда мы, отрекаясь от сатаны, и сочетоваемся к Христу, направляется к Богу. И верою, питаемой от Бога, впоследствии способен привести все силы нашей природы ко Христу и Церкви. Крещение, поэтому, есть первый шаг на пути к Богу и начало нашей духовной жизни.